Всем привет, друзья! Давно искал хорошую клавиатуру, которая может и быть и джойстиком. Модель Y-Bottom i8 Plus. Мышка, клавиатура, мультитач и пульт и геймпад. Да, вот столько здесь функций. И здесь есть указание о том, что у нас она есть версия на 3А и на литию батарейки. Приходит вот в такой коробочке. Покупалась на сайте Gearbest. Отстегивается здесь сначала картонная коробка. Внутри вот такая беленькая. Дальше идет сама клавиатура, инструкция и маленький USB кабель для того, чтобы заряжать ее от какого-то маломощного устройства. У нас инструкция на русском языке. Кому интересно, можете посмотреть, какая кнопка что означает, как это все здесь расписано. Далее у нас здесь инструкция, как пользоваться и ее возможности пользования мышью. То есть видно, что распознает даже жесты. Но мы ее сейчас подключим первым делом к планшету и посмотрим, как она там себя ведет. Клавиши очень приятны. На ощупь бросаются в глаза первым делом. Это белые цифры, это английские цифры и буквы. А вот темные, темно-красные, это уже русские. А вон, посмотрите, оранжевые. Это у нас вообще дополнительные клавиши. FN включает и включаются вот те дополнительные функции. Здесь есть гнездо для зарядки и есть кнопка питания. Она сейчас включена. Но это я ее тестировал, забыл выставить в этот режим. Но покажу, что приходит изначально. Вот здесь есть стрелочка. О чем она говорит, ребята? Знатоки, кто получал похожее устройство, тот знает, что это клемма закрытой этой бумажкой, чтобы не разряжался аккумулятор. Давайте мы ее извлечем. Аккумулятор у нас версия BL5C, как на Nokia ставились. Вот эти клеммы закрыты. Далее у нас здесь видно, что есть ячейки под батарейки. Но изначально они там предусматривались, но в нашем случае нет контактов. Но я думаю, что можно при очень большом желании допаять их внутри. Ну и внутри расписаны вот такие характеристики, чем их заряжать лучше, как работать, какая версия. Внутри имеется еще вот этот вот передатчик, который позволяет связать устройство ваше с этой мышкой. Здесь у нас магнит, и как бы вы ни бросили, он будет держаться здесь, ну и фактически не выпадать из своей ячейки. Очень хорошее решение, потому что раньше тут просто надо было его так грубо засовывать, и он мог отцепиться и под крышкой торамбанить. А сейчас нормально. Одеваем аккумулятор, застегиваем, извлекаем наш передатчик беспроводной. Все. Мы можем полноценно настроить его. То есть первым делом давайте подключим к планшету. Просто-напросто втыкаем его сюда, и он автоматически должен определиться. После этого запускаем здесь кнопочку, здесь загорелся индикатор у нас. И смотрим, у нас уже мышка работает. То есть я никаких настроек, ребята, честное слово, не проводил. Мгновенно Windows находит. Тут нам для каких-то сведений необходимо переключить, как вы видите, FN на Windows. То есть я зажимаю сейчас эту клавишу и нажимаю Windows. Возможно, что-то происходит. Теперь мы можем управлять, скачать обновление. Так, не сейчас. Заметьте, когда вы каждый раз касаетесь, выполняете какое-то действие, то мигает при выполнении разных действий вот этот индикатор. Ну, не совсем это удобно. Бросается как-то сбоку в глаза, но привыкнуть можно. Интересно, что на TV-боксе, когда я подключал ее, то она полноценно, вот это и с помощью этой клавиши, меняла раскладку клавиатуры на английский, русский. Интересно, как будет здесь. Адресная строка открылась у нас, и мы здесь пишем «Привет». Так, я поставил каплук, выключил каплук, пишу «Привет, как дела?». Отлично. Пробел, все работает, без всяких вопросов. Теперь нажимаю Enter, и он начинает искать. Как игровой джойстик, мне интересно его использовать. Сейчас попробую еще клавиатуру. Ага, здесь я нажал, он выделил. Здесь дополнительно меню можно вызвать. Тут тоже, это как бы кнопка мышки, левая, правая. И здесь, нам тут выдало, посмотрите, вот, кстати, есть возможность прокрутить. По-моему, это Enjoykin. «Привет, как дела?». Два, и должно, точно, смотрите, как удобно, вращает. А три, по-моему, что-то тоже означает, что-то запускает. Вот, не помню, что три, но что-то делает. Можно запустить плеер на TV-бокс приставки, спокойно нажав «Play», запускает. Что будет здесь, когда нажмем? Сейчас проверим. Кнопка «Домой» возвращает нас куда? В браузере? На мой компьютер. Смотрите, как удобно. Если же нажимаем «Поиск», то открывается «Поиск» здесь. Если нажимаем «Windows», то открывается окошко. Очень удобно, ну, полноценно управляет. Где ее можно купить, я оставляю ссылку в описании под видео. Спасибо вам за ваш лайк, которым вы оцените наш видеоролик. До новых видеообзоров. Пока!